вот теперь нормально прям стало знаете кто более ностальгично что ли а такая небольшая нотка музыки на фоне потому что первый раз зашел как бы музыка не играла было очень странно слайды меняются никакого звука нету мы что-то здесь не так как бы ну нет каких-то старых ощущений раз перезашелся заработала и стала прямо знаете ли вот как-то на душе тепло здравствуйте дорогие зрителей подписчики моего канала меня зовут наед гвард ну что ж ребята иногда на этой планете говорится происходит чудеса невероятные вещи и это вот одна из таких ситуаций мы с вами на канале стартуем сейчас прохождение модификации под названием золотой шар или же приключения жекана завершение модификацию которую вы сами уже пробовали проходить а если не ошибаюсь два раза модификация которая занимает очень большое место на канале так сказать потому что многим она запомнилась многим она понравилась подарила множество персонажей ситуации и вообще много всего так сказать для развития канала в целом но так уж получилось что при этой вы так сказать всей прекрасной картине пройти модификации не смог два раза причем то есть я играл когда модификация только вышла прям в бету еще в далеком году не знаю может быть четырнадцатом или или пятнадцатом ну прям очень давно это было бета разработчик слила только половина моды говорится дальше не доделаю мы играли 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 говорится прошли половину моды и дальше он просто по факту закончился дальше он не шел скрипты умирали и как бы на этом все пошел потом пошел потом вышла первая версия завершения то есть разработчик вся какое-то время вернуться к разработке начал доделать модификацию уже видно было что немножечко в нем поменялось так сказать его позиция по 6 стиль который начал задавать во второй половине игры сильно отличался но суть не в этом даже новая версия все равно было не очень стабильно потому что мы ее перепроходили там уже была новая локация если не ошибаюсь окраины вроде называлась дошли мы до армейки и у меня там умерли просто все сейвы вообще все сгорела жопа то есть по факту там нужно было переигрывать примерно не знаю две-три локи назад там квестов 15 и ну как бы это просто неприятно это сбивает весь пыл весь настрой я на этом собственно прохождение бросил при том что модификацию ну очень на канале требовали мол пройди от и до но интересно же посмотреть в чем финал говорится что разработчик нам там доделал что он показал хотя честно честное мнение в принципе за эти года не изменилось из того что я видел первая половина игры показывает нам реально ну то есть мир сталкера как он был написан не знаю в пикнике на обочине такой заброшенный сложный со странными вещами которые нельзя объяснить и это все было в рамках так сказать линии приличия то что происходит вот во второй половине модификации которая вышла уже попозже все-таки она немножечко странная просто там знаете ли летающие ленины бюреры фюреры ну если вы видели вы короче знаете но 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 так уж получилось что нужно что-то снимать так уж получилось говорится если я являюсь блогером да и люди требуют сталкера прям очень требует сталкера для канала я пытался найти компромисс а что ж можно попроходить то есть нужно какую-то модификацию проходить нужно что-то делать и у меня из всего так сказать выбор осталось две модификации это вот перепройти же к на до конца уже грится превозмогая с гайдами с усилиями благо уже за это время уходило много роликов от других блогеров вышло много гидов плюс вышли официальные патч неофициальные патчи я как раз поставил сборочку с этим с аутом авроры плюс ну чтобы графика была более приятная плюс тут поставил сборку с спавнером если что-то так сказать я пропущу и нужно по сюжету я себе за спавню сразу не буду от вас то скрывать то есть использовать его на постоянке не буду но если вдруг что сломается как бы у нас есть возможность а вот не переигрывать 3000 локация сделать себе приятное плюс в этой сборке тут разные фиксы вышли парень который дорабатывал официальные патчи добавил даже вроде как какую-то фишку которая показывает сломали если у тебя сейвы это очень важная вещь потому что раньше мы так сказать проверяли сломался лежакан по пнв это я прям помню если нажимаешь на пнв он не включается то просто будь здоров как бы у тебя сломались скрипты сейвы можешь переигрывать вот собственно пока он не заработает это было неприятно такое было повсеместно и это просто ужасно это про то что это модификация которая показывает тебе кучу вариантов прохождения здесь порой нужно проходить так как вот заложил разработчики если ты сделаешь неправильно то возможно все умрет чертям собачьим именно поэтому опять же в этом прохождении буду играть самобытно кейту люблю но местами буду пользоваться а гидом потому что есть такие так сказать критические точки которые если я сломаю мы опять не пройдем никуда и это будет неприятно так вот вариантов было два это жекан который доработался и вроде как можно пройти плюс модификация приятная мне она самому нравится при том что местами она перегибает и второе был вариант это народная солянка именно обычная без всяких оп-2 но я чуть подумал что народная солянка немножко так сказать подождет все таки она слишком большая там аж на серии 60 70 80 ну то есть прям очень много при всем при этом тоже народную солянку 1016 года которые вот новые а очень много хороших отзывов что мол это хорошая модификация зря критикуют все почему-то думают что там просто ужасный мусор но ужасный мусор возникает когда вы делаете вот эту вот страшную сборку там д сша уп и все это кучу на народную солянку тогда получается ужасные в мусор вот а сама по себе народная солянка вроде как ничего нормально но я пока отложила на потом все-таки решил что хочу реально поиграть джекана хочу этот гештальт закрыть два раза пытались не до прошли неприятный у нас остался поэтому ребят я вас всех приветствую этом прохождении а скорее всего будет снимать сразу говорю просто залпа много серии поэтому если будут там ваши какие-то подсказки не работать в комментариях просто имейте ввиду что я просто летел далеко вперед по сериям поэтому возможно через серии 5-6 ваши комментарии начнут работать но это не говорит о том что нужно писать опять же призываю ребят вас просто к сумасшедшему активу на этом прохождении нужен просто каждый лайк на каждый видос. Даже каждый дизлайк нужен на каждый видос. Нужны комментарии, нужны колокольчики. Это все чертовски важно. Еще, я так сказать, с новой информацией от Ютуба, теперь мы знаем, что еще и очень важен средний просмотр. То есть, если вам не нравится данное прохождение, лучше больше не смотрите. То есть, открыли разок, не понравилось, забросили. Просто люди, которые посмотрели серию 3 минуты из 40, они делают очень больно каналу. Это как бы показывает Ютубу, что прохождение неинтересно людям, и нужно его выкнуть из рекомендаций, там желтый значок и так далее. Поэтому, если не нравится, не смотрим, просто идем дальше. Все. На этом я, вроде как, заканчиваю свою монолог, свою болтовню. По всей важной инфе, которая будет нужна вам, я, опять же, все оставлю в описании. Все нужные ссылки, если хотите сами поиграть, на эту сборку все будет в описании. Там даже будет парочку командных строк, которые нужно отвести, собственно говоря, через консоль, потому что есть парочку багов у Autumn of Aurora. Это с тенями и просто с ужасным покачиванием, которое было в самом собственно Рожикане. Я их убрал, чтобы их не было, потому что эти покачивания стороны в сторону на километр мне не нравятся никогда. Как бы они укачивают тебя, как игрока. Тебе хочется просто блевать спустя 3 минуты бега в игре. Ну и плюс с тенями я тоже там пописил, чтобы было приятно смотреть. Все. На этом заканчиваем. Поехали играть. Единственный, кстати, момент, возможно, местами будет прям нормально монтажа. Буду нарезать моменты, потому что, ну, все-таки, мне кажется, в этой модификации я буду сильно тупить и снимать по 40 дублей разных проходов. Ну, сейчас просто вспоминаю ситуацию с убийством стелс на кордоне этого контролера. Вряд ли я это сделаю с первого раза. Снимать 40 дублей, наверное, будет не очень красиво. Но это уже нюансы, которые будут по ходу прохождения. Все. На этом поехали. Всем приятного просмотра и погнали. Кстати, играет. Выбирать какую уровень сложности-то, а? Новичок, сталкер, тиран или мастер? Ну, начнем на мастере. Все-таки мы мастера. Там дальше посмотрим. А, ну и да, как обычно, жду в комментариях. Тайминг вот здесь закончился пиздеж. Здесь начинается игра. Поехали. 2008 год. После второй катастрофы Черновольская зона отчуждения продолжает расти. Погибших и пропавших без вести людей все больше. Научные экспедиции и военные операции заканчиваются неудачами. Немногие выжившие рассказывают о фантастических аномальных образованиях и мутировавших видах живых существ, обладающих удивительными способностями. Сталкерство только начинает зарождаться. 18 августа 2008 года. Молодой искатель приключений отправляется в зону отчуждения для того, чтобы найти легендарный исполнитель желаний. Однако истинная цель путешествия известна лишь ему одному. Что ждет нашего героя на его пути? Давайте посмотрим на это сами. Субтитры создавал DimaTorzok Пропустить НЛО. Не пропускаем. Смотрим. Раз, два, три. Что? Я пропустил это что ли? Да елки-палки! Тут в начале игры тарелка вылетает с под неба. Блин! Может это уже признак о том, что уже скрипты сломались, только в игру зашел? Или она была, я даже не знаю. Блин, а потом переиграю, вставлю этот момент, потому что это очень важно. Как бы мы потом ее встречаем, эту НЛОшку. Это прям, знаете ли, важный момент. Так, ну что ж, поехали играть. Надеюсь, что за вступительную музыку не будет авторского права. Хотелось бы ее оставить, потому что там прям она собрана по нотам, под текст, который был, так сказать, в этом трейлере игры, в этом описании. Прямо мне понравилось. Золотой Жекан, ребят, золотой Жекан. Золотой Жекан, ребята, собственно говоря, возвращаемся. Приключение Жеканчика. Золотой Шар, если бы точнее. Очень игра по-другому воспринимается, просто потому что это Autumn of Aurora. Я не знаю, наверное, один из самых легендарных графических геймплейных аддонов на ТЧ. Просто как будто зашел в другую игру. Прямо от слова совсем. То есть, потому что мы до этого играли, это было... Даже на движке ОГСР смотрелось как-то более по-старому. Здесь прям как будто зашел в мрачную мизери. Но, кстати, вполне возможно, что Autumn of Aurora даже лучше подходит для Жекана с его мрачностью и одинокой зоной. Так, ладно, давайте разбираться. Мы в зоне. У нас не так много всего. Немножечко воды, фонарик, дедовская двухстволочка. Но, я так понимаю, значит, все этого лишат, потому что мы вышли аккуратненько прям к блокпосту. А как бы здесь военные особо-то сталкеров, знаете ли, не любят. Но давайте продвигаться. Цель потеряна. Тесунный! Подымай своих гоблинов и прочеши сектор! Ребят, только не стреляйте, пожалуйста. Я ручки подниму аккуратненько. Так это, хэндэхок, все дела. Нормально? Вот они, вот они. Летят архарат. Так, стой на месте. Только не проломите меня своим вот этим вот бегом. Аккуратно... Стой, 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 стой. Зараза. Жестко приняли. Очень жестко приняли. Что-то сейчас резко вспомнил про нюансы игры. Там же еще карма была очень важна по ходу прохождения. Ёлки-палки, сколько всего в башке повстывало. Так, ну что ж. Здравствуйте, начало. Имя, фамилия, отчество, год рождения. А имею право не говорить. Будет хуже вам, потому что чем дольше я буду искать вас в базе МВД для проверки, тем дольше вы здесь будете сидеть. Я подожду, времени хватит. Перейдем к следующему. С какой целью нарушили границу охраняемой зоны отчуждения? Я не знал, что это зона. Каждый год езжу в окрестностей леса, грибы собираю, ягоды. Грибы и ягоды возле всемирно известной аномальной зоны. Очень правдоподобно. Никогда не верил эту чушь с аномальными монстрами. Это все выдумки журналистов. Если за грибами шли, зачем вам персональный компьютер со спутниковыми снимками всей зоны отчуждения, исключая прилегающие территории? Ягоды в самой зоне собирались, значит ли? Да, говорят, они там самые крупные и вкусные. Ладно, несмотря на ваше запирательство, идентификация личности не ставит труда. Информация вас уже передана куда следует. Так что за вами приедут. Всего доброго. Давай-давай. Удачки, дружище. Конечно, лапши мы ему накидали на уши. По-самому я не хочу. Так, ну и теперь мы голенькие без ничего. Здравствуй, зона, как говорится. Что у нас здесь лежит такое интересное? Какая-то записка, что ли? Опа, записка золото поста. А как ее прочесть? А, нам ПД оставили. Так, найти способа от своей сказармы встретиться со связным местным. Сразу же гуляться в зону смертельно опасной. Поэтому, Вадима, сначала... Ладно, это по ходу дела разберемся. Что у нас за записка? Где ее читать? Дневник. Записка из логпоста. Фриц, меня приняли вояки. Мешок успел сбросить в том месте, где нас когда-то покусали собаки. Вадим. Кто такой Фриц? И кто такой Вадим? И где вас покусали собаки? Я тоже хочу найти твой мешок, дружище. Так, с некоторым, так сказать, бойцом. А у нас с собой прям вообще ничего, да, получается? Я почему-то у себя в вспоминаниях помню что-то про ибупрофен, про таблетки, про вояку. Ладно, давайте глянем. Кстати, заодно было сказано, что прям критически важно сохраняться только через кнопку сейв. Лучше, мол, вот так вот делать и никак иначе, потому что если идти по-другому, то возможно все сломается. Так, дружище, а ты не можешь подойти к окошку? Кстати, блин, что-то прям жутко темно. Прям, не знаю, прям очень жутко темно. По атмосфере похоже на последнюю версию обитель зла, которая деревня называется, которая выходит в мае. Прям очень сильно похоже. Ну и куда он там ушел? Нам поговорить нужно, а он ушел, блин. Блях, я пропустил его поход в туалет и обратно, а он теперь не идет никуда. Ну, дружище, нам мне выйти нужно, давай поговорим. А, тьфу, он уже здесь стоит. Салат, подожди, 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 подожди. Э, кто такой? Я простой человек. А, ты тут нарушитель границ, которого наши отсловили. Вспомнил. Че тебе надо? Вадим на думбольчик, если надо в сортир, я проведу не раньше, чем зайду с поста, так что потерпи пару часов. Мне надо сюда выбраться, помоги, пожалуйста. Э, ты что, меня же за такое посадят. Ммм, пойми, ты должен это сделать, я смертельно болен, мой друг нас ждет неподалеку, у него есть лекарства, если я его не приму, то я умру, мне сейчас уже плохо, видимо, будет приступ. Я позвоню нашего доктора, у него много лекарств. Такого, как мне надо, нету, помоги, умоляю, не дай загнуться, даю слово, что не полезу в зону, а вернусь домой. Ну, с виду ты и в порядке, не похож на умирающего, так что я просто за тобой присмотрю. Если действительно станет хуже, позову доктора, это все, что я могу сделать. Солдат, подожди! Ага, подождите-ка, значит, со мной надо, чтобы мне было плохо. Секундочку. Я ж помню, как-то здесь фигурировал ибупрофен. А куда он, бляха, делся-то? Нужно принять немножечко ибупрофенчика, что нам поплохело, но я не вижу его. Хотя в такой темноте, знаете, тяжело что-либо рассмотреть. В тумбочках нету ни черта. Пооткрывать ни черта. На второй тумбочке нету ни чер... А! Но это как раз таки из-за того, что я ничего не вижу. Просто вот эта вот аптечка. Здравствуйте. Темно, как у дяди Васи дома. Так, ибупрофенчик. Давайте подсчитаем. Сильный, безболивающий препарат одним из помощных эффектов может быть учащенное сердцебиение. То, что надо. Сюда просто. И ждем теперь этого сослужиться. Э, дружище. Давай, второй заход нужно поговорить. Мне плохо стало. Сердце бьется. Капец как. Куда он ушел? Опять стало страшно. Кстати, как только он уходит, мне становится страшно невероятно. Но мне хреново. Это же очевидно. Что еще можно выпить? Для обеззараживания воды таблетки. В противном случае эффекта не будет. Это жрать до. А у нас еще есть энергетик, адреналин раш. Где гребаный военный? Так, я его даже не слышу. Ну, камон. Что он там? Стал в туалете, что ли? Вот дела. Так, мне сейчас пройдет и дупрофен как бы и все. И эффект сердечка не будет работать. Сердце нормализируется и я буду нормальным. Куда он свалил? Может я все сломал уже? В начале в самом типа скрипты полетели. Э! Свободу выпугая! Можно выйти, пожалуйста? В самом деле, без стекол обычные ставни деревянные. Я же могу их снести. Ну, камон! Идет. Слышу, слышу. Идет, идет. Солдат, подожди. Да, 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 это. Да, выглядит, что не важно. Отец перед приступом каждый раз таким же был. На тумбочке лежит аптечка. В ней есть лекарство для стимуляции сердца. Возьми и выпей. Я в лекарствах не разбираюсь. Это, найди сам. Сейчас, подожди минутку. Хорошо. О, вот сейчас начинается самое интересное. Вообще, сохраняться во время уже когда квест сдал и скрипт пошел, ну, не особо, как говорится, рекомендуется, но я лучше перестрахуюсь. Сейчас дядька по идее должен зайти, выбежать нахрен и поэта по газам. Говорится, глаза боятся, ручки помнят. Тихо, тихо, тихо. Вижу его на карте. Кстати, а еще не смело карту-то? Он же на карте отображается. Прям бежит, зараза. Момент истины. Да я понял. Допрыгался, гад. Ха, допрыгался. Ты глянь, ухо, там барабан уже уговаривают, про дай был контракт, что она сходится, что она сходится, что она сходится. Сходится. Да закрой, она не закрывается. Я хотел дверь закрыть. Так, сейф, потом сломаю его. Так, шанс для побега. Все, 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 я по дюру, я по газам. Давайте. Тут снайпер, мне хода. Он меня сейчас в сфину высадит, я уверен. ШОРТ, БЛЯХА, не очень качественно пошел, первым блинкомом. А че так тимой, я нихрена не вижу. 9 часов утра, вообще нули видимость. Вражья! Апу! Жадность Фрайя раскубила. Ну я хотел, типа, забрать все, что есть. Ну товарищ командирный, тут патроны лежали, ну как так-то? Я нажал, короче, сохраниться, ребята, отключился звук, потому что на F6 у меня отключается звук во время записи. Простите, я просто сохранялся, тестировал быстрый сейв. Вроде бы, не, ну сейв-то работает, а вот снайпер тоже работает. Снайпер бьет издалека, но всегда наверняка. Классно, спасибо за выстрел в затылок, я как бы уже вышел и получил вот так вот, да? Неприятненько, аж дождь пошел. А на холме вон кабаны бегают, вот зараза же, а? Ну я уже ушел, черт не откуда, слушайте. Хотя, СВДшка попал. Спасибо. Еб твою мать, сумасшедший просто, просто сумасшедший. Ну как, ну тут, ну последний рывок остался, ну блядь, ну не трогайте меня, ну, ну пожалуйста, можно допрыгать. Да ну какая хрена разница, где ты стаёт, блин? Ё-моё, да ну хрэ, мужик. А ну подожди, что у тебя было? Взять все, взять все, я умираю. Блядь, заберется, заберется, аптечка. Херово, очень херово, блядь, да твою мать. Да какой приказ, тормозить. Ох, фух, 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 да что, какая боль, обезболивающаяся, есть гидропердит, туалетки используются, или безрежнолет, нет, мне нужно что-то другое, обеспечивает, да какой, убрать боль, это что такое, морфин, морфин, то есть в группе говорят, о, облегчение боли, она сама не придет точно никак, ох, блях, пусик это как давит, оказалось, что я, ребят, просто по времени успевал, потому что я долго тупил со снайпером, собирал шмотки, аптечки и так далее, я когда выпрыгивал, снайпер же был наготове, он же был просто по центру, как говорится, ну, просто ужас, так, спасся, я молодец, какие-то получили данные тайника, парни, которые являлись по центру, все, боль вроде бы прошла, да, прошла, да, прошла, да, что там, парочку ранений, правую ногу сломалось сюда по картинке, а и пространим аптечку, армейскую, которую как раз как бы поднял, то есть зря, получается, старался, ну, собрал там немножечко еды, при этом, других вещей, и тайник нашел, прекрасно, прекрасно, здорово, дружище, ну, поздравляю с успешным прибытием в зону отчуждения, спасибо, здесь можно идти, иначе лектовали пищу, а, наш лагерь рядом, будь вдвойне осторожен, потому что теперь ты в зоне, и вокруг тебя смерть, в первую очередь опасайся аномалии, во вторую мутантов, а в третью некоторых людей, ну и радиации не забывай, подожди, а почему ты голым пришел, где оружие, костюм, медикаменты и еда, а, все отобрали военные, да, не повезло, меня они тоже в свое время отрясли, когда я первый раз сюда пришел, но забрали лишь деньги, а тебя прямо как липко обобрали, в порядке нынче нити, отведешь меня в лагерь, да, иди за мной, не сворачивай, там в недине с деревьями заброшенный футурок, несколько домов, это и есть наш лагерь, не вздумай со стороны главной дороги в него входить, а то в аномалии попадешь, какую аномалию? ты полевой выхарит, там летает уже давно, он песком, противник, пыль, у тебя глаза забьет, да еще и костюм попортит, я однажды попал, мало не показалось, пошли, так, это вроде бы этот какого, мандарин или как там его, мандалорус, мандрагора, что-то такое, короче, интересный парень с интересным именем, фух, ну наконец-таки мы ворвались на территорию, собственно говоря, этого потрясающего мода, первые трудности были сразу вернуться, боевое крещение прошли. Так, ну до сих пор довольно темновато, нужны фонарики, прям не знаю, может потом с полгода и поработают, но в общем и целом, графика мне чертовски нравится, тут новая подача, она куда больше подходит ЖКну. Я просто давно пересматривал прохождение, ну не целиком парочку серий, а в некоторых нюансах у Хьюга, он проходил еще на старой версии, на обычном пече, там конечно, ну прям, сталкер-сталкер, старый 2007 года сталкер. Здесь прям, ну не знаю, ничем не хуже графики аномалии новенькой. О, старый добрый пёс! Так, а он не спустился, да? У меня сразу привычка собирать все тайники, которые я вижу, прям все. Потому что, говорится, нужно. Это я тоже заберу, и чайник заберем. Вдруг захочется попить чаечку. Так, ножек у нас пока нет, чтобы это все дело ломать, но я потом там займусь все равно. А, понятно. Привет, мужик, как тебя зовут? Откуда ты? Я ЖКан, только что в зону пришел. Добро пожаловать в нашу берлогу, ЖКан. Что привело тебя сюда? Мне нужен исполнитель желаний. Что? Что ты знаешь, Анек? Что он находит в саркофаге на ЧАЭС, и что некоторым давалось туда добраться, и он помогал им. Я слышал почти то же, плюс еще немножечко, но об этом позже. Скажи, зачем тебе исполнителя? У меня крупные проблемы в жизни, решить их можно только Я бы спросил, что за проблемы, но... Ладно, меня зовут Саня. Фамилия моя здесь значения не имеет. Так что можешь называть меня просто по имени. А... Смоландрину... Мандрагоры. С Мандрагорой ты уже познакомился. Есть еще Изгой и Скидал. Изгой это наш курьер. Он не дает лагерную загнуться с голоду. А Скидана, так сказать, за фос. Да и просто человек с золотыми руками. Кстати, он пришел сюда раньше всех, а нас на целые полгода. Так что советую побочаться с ним. Ну, а маловато здесь народа. А ты думал встретить целую толпу охотников за артефактами? Скажу по секрету. Была здесь и толпа, и атомный свидетель. Сюда с двадцатью соратниками пришел в свое время. Из всех живых остался только я один. Только потому, что был осторожнее всех. Пусть она будет и тебе советом. Послушай, по пути сюда меня задержали военные. Отобрали все снаряжение. У меня была еда, куртка, нож, фонарик. Где сможешь всем этим выражиться? Да, вояки в последнее время оборзели. Кстати, ищи на будущее. После того, как ты проник в зону, ты для них даже не нарушитель периметра. Ты опасный объект, несущий потенциальную угрозу. Улавливаешь? Ну, типа они будут стрелять на поражение без предупреждения? Именно так. Так что блокпостов, ходи метров за двести. Снайпер держит две смены. Получается, что назад дороги нету. Нет, почему же есть? Не все так просто. Если ты думаешь сюда свалить, то поговори со Скиданом. Ему иногда удается достать из-за периметра какие вещи, значит, что тропу он знает. Про снырягу тоже у него спроси. Учту. Спасибо. Так, ну про здешнюю жизнь можно, конечно, порассказывать. А жизнь тут же кан хреновая. Зато смерть хорошая. Вернее, быстрая и гарантированная. Мы здесь не просто так торчим, а занимаемся сбором аномальных образований или артефактов. Именно за этим я и здесь. А Маландринус и прочие пришли в зону тоже за таким же. Один в те артефакты. Не все так просто. Так, ну ладненько. Это мы потом разбираемся с этими текстами дополнительными. А, и тут квест начался ни с того ни с сего. Простите, я что-то думал, что это просто диалог про местную зону, а мы там вышли по итогу разговором на задание. Так. Жизнь же кан хреновая. Это мы видели. Давай услуга за услугу. Это мы спросили про артефакты. И вот теперь услуга за услугу, что нас обучили поиску артефактов. Ты нам помогаешь в одном деле, а мы тебе, так и быть, берем свою долю. Договорились? Дело несложно и своеобразное. Надо замчить одну тварь. Я не киллер, да не сы, я не человеке, а мутанте. Он нас уже достал, мешает нам артефакты в грибном месте собирать. Поскольку оружия у тебя нет, то мочить будем его мы, а вот ты выманишь его. А! Предлагаешь стать живцом? А что за мутант-то такой? Быстро бегает? Не очень. Это болотная плоть. Живет в реактивном луже с деревни. Зубы у нее маленькие, но кухни на передних лапах здоровенные, так что приклеить на тебя может легко. Плюс шкура у нее в сантиметр толщиной. В общем, надо сделать так, чтобы мы пришли на место и засели в засаду. А ты подойдешь к луже и станешься обродить у берега. Только не лезь за оградку, потому что там аномалии дофига. И далеко не отходи. Как только плоть вылезет из своего бежища, мы сразу же нашпигуем ее дробью. Ясно? Да, давайте покончим с ней. Вот, опять 20. Я не против. Встаем, встаем. Давай, Мандрагорочка, вставай. Санек уже пошел. Нормальное начало. Ну, в принципе, после попадания от военных... Боже, какая картинка хорошая. Я очень мало играл в модификации на Outer of Rory, поэтому сразу беру тысячи издений за свои такие вот возгласы. Удивление. Все-таки картинка прям очень приятная. Так, ребята, ну смотри. А, мы прям толпу собрали. А что за индикаторная справа? Это я промок или что? Что он означает? Или это кровать, я спать хочу. Так, ну, ребят, на месте. Все, мне дальше идти. Ну, иди, это путь. Вон там. За горбом находится мусор. Где-то рядом с ней живет эта дрянь. Иди туда и будь внимателен. С саму мусорку не лезь, там много аномалий. Поврати рядом, пошурши. Как только услышишь или увидишь мутанта, свистни. Хорошо. Даже, наверное, вот так сокормлюсь. Мало ли. Ваши плоти. Пошурши, говорит. Плоть, 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 плоть. Шур, шур, шур. Ну, чё-то пока что плотями не пахнет ни хрена. Ой-ой-ой. Не понял. Не понял. Что происходит? Ребята. Немножечко стекотно стало. Напрягаем булочки. Достаем оружие. Ребята, достаем оружие. Тихо, тихо, тихо. А, вон оно. Так это не плоти, это кровосос. Бляха, ух, бляха, работаем, работаем, работаем. Хорош. Ни хрена себе, это плоть у вас такая. Слушайте, кто-то, скорее всего, жестко накосячил, как говорится, в этой, в бестенарии. Открываем страница третья. Кровосос. Один в один подходит под описание. Щупальцы сосет кровь, огромный, ужасный, еще и в инвиз уходит. Вообще не плоть. Это что за хрень было? Да, черт, с ней дело сделано, ты молодец. Какого хрена? Там же другому там должен был, ведь ты меня подставил. ЖК, мне нервничать. Пойми, если бы я сказал, что все как есть, крем бы ты заглотился, но это раз. А второе, то, что это волкосос-одиночка. Такие нападают только на одиноких жертв. Но теперь местность у мусорки безопасна, и ты можешь собирать здесь артефакты вместе с нами. Дядь бы тебе по морде, Саня. Вот, возьми и расслабься. Думаешь, ты компенсируешь мои испорченные штаны? Я тебе новые куплю. Расшитые бриллиантами, если выберем сюда живыми. Ага. Отлично. Ой, солнышко пошло. Тучки рассасываются, наконец-таки. Давай, 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 радулечка. Прям посветлее стало. Так, ну слушайте, начало супер бодрое. Я получил себе самопал, получил на него 35 патронов. Ну, что-то раньше казалось, что ситуация куда более выруюмая была. Я там что-то каждый пистончик считал. А это прям 35 патронов. И смотрится немножечко по-другому. Все-таки моделька адаптированная под Autumn of Aurora. Либо это просто новая моделька. Я пока, на самом деле, очень сильно удивлен этим жеканом. Так. Нужно поговорить со скиданом. А еще у нас с самим Саняком было куча диалогов. То есть, ладно, сначала зайду на трактор Голдсу, потом поговорю со Саняком. Там прям много диалогов было. Еще и про записку был диалог. Скорее всего, сзади находится тайник того парня, который погиб от собак укушенных. Ну, будем разбираться. Правда, не получили фонарика. Хочу очень сильно фонарик. А покупаю только артефакты. Я уже слышу музыку с авторским правом. Придется с модификацией очень сильно поработать, на самом деле. Потому что, наверное, будут некоторые файлы музыкальные, именно с радио, позаменять на пустые файлики с музыкой. Иначе мы просто не сможем это дело на YouTube выгружать от слова совсем. Поэтому, что, ребята, говорят, исчезнение. Но, местами будет, как говорится, монтаж в этом плане. Не переживайте. Ты кто такой? Давай, до свидания. А, простите. Если я это не произнесу с интонацией, с правильной. Ну, как бы меня просто закидать дизлайками. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну, все. Теперь можем играть. Мне нужна помощь. Лекарства чернобыльской чумы еще не привезли. Таблетовские от поноса вчера закончились. Туалетной бумаги у нас нет. Пользуюсь лопухами. Я снаряжение ищу. Например. Ну, военные с блокпоста у меня все забрали. Поделись хотя бы такими вещами, как куртка, фонарик, бинты. Если какое-то вообще из пропитания, то тоже не помешало бы. Я реально пуст. Деньги у тебя есть? Ну, салаты забрали все. В общем, так же, Канн. Как там тебя? У меня есть такое обычае. Если кто приходит сюда впервые и нуждается материальной помощи, то я ему, конечно, ее оказываю. Но только один-единственный раз. Понятно? Да? Саня, меня тебе маякнул. Кстати. Это чтоб ты не подумал, что мне можно колохо развести на добро. Вот тебе куртка, нож, шлеп, фонарик, аптечка с бинтом. А, спасибо большое. Если заработаю денег, то обязательно расплачусь. Для начала научись выживать. О деньгах потом поговорим. Ты сам-то кто будешь? Да я обычный человек. Так, жил в большом городе, зарабатывал на жизнь, но обстоятельства принудили меня сюда прийти. Ты обстоятельства принудили? Как ты расплыв, что ты говоришь? Замощил кого или ограбил? И не бойся признаться, здесь закона нету. Я не преступник. Есть в жизни ситуации, когда внезапно приходят большие проблемы. У меня как раз-таки именно так. Не хочешь говорить, как хочешь. Все равно выяснится со временем. Возможно. Так, слушай. А у вас тут с оружием беда получается, да? Да, есть такая проблема. Стреляем из того, что сделали сами. А неужели нельзя было достать более-менее нормальный ствол перед путешествием сюда? Это ж зона, здесь без оружия никак. По-твоему, мы круглые дураки? Не все так просто, Жекан. Я в свое время сюда с новенькой двустолкой пришел кучей патронов. А теперь вот только самодельную пукалку имею. Виной этому солдаты. Они в первую очередь отбирают у нелегальных туристов оружие с патронами. Разве они не понимают, что обрекают человека на погибель? Это правило было придумано именно с этой целью. Чтобы лезущий сюда турист по причине потери оружия в последний момент передумал и бросил свой замысел. Хреново не знают наш люд. Он и в самую предсподнюю полезет, если туда проход откроется и будет там чем поживиться. В общем, стреляем из самопалов. А что делать? Если какую-нибудь снырагу я могу еще с периметра заказать, то о патронах и тем более об оружии заикаться нет смысла. Самопалы, говоришь? А руки с пальцами отрывает? Но если толково сделать, то нет. У нас мужик один живет. Вернее, жил недавно времени. У него руки золотые. Сам бывший токарь или слесарь, не помню. Так вот, он нам всем по самопалу и смастерил в свое время. В качестве патронов мы используем обычные подшипники, заворачивая их в небольшой сверток бумаги вместе с порцией охотничьего пороха. Здесь очень важно выдержать норму. А где я могу это все достать? Порох и подшипники можешь купить у меня. Такое впечатление, что я учнулся в средневековье. Так, видел здесь транспорт. Да, много автомобилей осталось еще после массового драпа в 2007-м, после второго взрыва. Ну и остатки от имущества СССР тоже встречаются. И в каком состоянии? Ну, совковые тачки все давно уже сгнили, а вот те, которые поновее, еще ничего. Некоторые, может, даже на ходу. Правда, мародеры их успели хорошо раскурочить. А что, планируешь покатиться с ветерком? Ну, не то чтобы с ветерком. Думаю, что для некоторых целей транспорт бы очень сгодился. Если у тебя руки и спиральный вес растут, то, думаю, что починить транспорт и сумеешь. Для этого необходимо найти встречи детали, установить их на автомобиль с помощью ленкомплекта. Ну и, конечно же, заправить тачку. А где можно найти детальки? Ну, думаю, сам, мастерские, АТП, завод еще остались. Ах, на счет горючего? А с ним сложнее. Ближайшая автозаправка находится довольно далеко отсюда. В местности под названием Темная долина. Да, мало кто добирается. Однако, кто-то вроде бы видел бочки с топливом на АТП. И еще где-то. Понятно. Так, ну что ж. Вот теперь точно прошло первое крещение. У него прям хорошие товарчики есть. И справочный материал имеется. 12400 рублей. И защите, чтобы уметь монтировать аддоны к оружию. Ого. Но, по-моему, большинство этих вещей, может быть, найти в игре и так. Поэтому особо впарываться не будем. Спальный мешочек сразу сдается. Цель, конечно, кусается. Просто ужас. У нас пока 0 рублей, поэтому... Но, насколько я помню, в плане баланса, в этом плане ЖК, он не особо душил сильно. Тут надо перетерпеть начало. Дальше будет намного проще. Прям намного. О! Вот теперь приятно стало. Я жаловался сначала на свет, на картинку. Прям стал хорошо. Природа. Светло. Вороны кричат тоже. Так, ну тут темнее. Каждый человек это личность. Прям абсолютно каждый. Мы же получили, получается, фонарик. Можно поставить его. О, наконец-таки. А фонарик здесь с батарейками? Я просто не помню. То есть сейчас его включу, как говорится, и насовсем. Так, и ножик есть. Сейчас буду все ломать. Патроны, которые не подымаются, если ты на них не смотришь. Ага. Но можно отодвигать разные вещи. Здорово, мужик. Я так понимаю, тоже какой-то уникальный дядька сидит. Ах ты ж. Какая у вас здесь интересная экспозиция. Я водочку заберу, а вам мешать не стану. Потому что, ну, скелет новичка. И кладбище ужасное. Так, в этой деревушке, самой по себе, просто куча тайн. Тут у нас всякие, не знаю, непонятные наросты потолковые. А вот здесь у нас стоит машинка, которую надо будет собрать. Потому что она открывает нам доступ к некоторым тайникам. А на кордоне, там на снофке что-то вроде бы было, через нее можно будет залезть. Это прям очень важно. А вот там аномалия пурга, которая творит грязные вещи. Кстати, не наш полт. Ага. Но при этом ее не видно, да? А, нет, ее слышно. Все. Ну, хотя бы так. Так, ладненько. Давайте разбираться. Блин, что-то света прям стало слишком много. Я, конечно, не жалуюсь. То было темно, то стало прям слишком светло. Давайте для начала поговорим наросты лидером здесь. Фу! Для начала поговорим с Саняком. Я так понимаю, это сейчас куда важнее. Я нашел записку, и нужно передать какому-то фрицу. Знаешь такого? Фриц. Это погонял нашего Скидана. Его так называли, потому что он немецким оружием увлекался. В общем, подойди к нему и покажи, что ты нашел. А, окей. Надо было сразу говорить. А где можно набрать водички? Прикинь, нигде. Ликвидаторы еще в 86-м все колодцы засыпали. А что ж вы пьете? Собираем дождевую водичку. Если надо, можешь набрать немножечко в нашем подвале за дверью. Одна бочка стоит, а в среднем подвале еще одна. Спасибо. А, значит, пропитание. Ну, все непросто. Продукты у нас в стратегический запас, потому что посыльны приносят их только два раза в месяц. Да и то немного. Так что приходится выкручиваться. Что ты имеешь в виду? Охота нас кормит. Из местной живности можно заготовить опасный обед. Вы что, сумасшедшие? Здесь же каждая тварька напитана радиацией с рождения. Конечно, но мы перед трапезой обычно кушаем в клетке Б-190. Так что ущерб здоровью минимален. Этот препарат ускоряет процесс вывода радиации из организма. Запомни. Это я знаю. Так на чем вы готовите? На костре. Берем котелок. Кладем в него кабанью ногу или глаз плоти. Или хвост седобса. Или за что зона пошлет. Затем варим из него суп. Можно, конечно, сварить похлебку из обычной консервы с картошкой. Но поверь. Такого сытного навара, как из местных тварей, из них не получается. Вот так номер. Похоже, придется, здесь есть тушканье и котлеты. Голод не тетка. Кстати, заметь. Если долго голодать, то здоровье уменьшает на четверть. А если голодать еще дольше, то наполовину и никакие аптечки тебе не помогут. Станешь ты доходяга и вынимаешься от ветра, и здесь все так нельзя. Предлагаю сделать доброе дело. Подежурить сегодня на кухне. Заодно научишься готовить местную фауну. Да и сам поживишься. Как идея? Согласен, а что нужно делать? Я дал тебе пистолет. Иди к маленькому мосту. Там мы недавно видели жирного кабанчика. Завали его, отрежь ногу, приготовь из нее суп. Мы его съедим, и дело будет сделано. А мне понадобится посуда. Вот тебе котелок и спички для костра. Делается это так. Подходишь к костру, разжигаешь спички, огонь. Затем ставишь на него котелок с водой и мясом. И через полчаса навар будет готов. Да, и еще. Перед тем, как будешь пробовать, не забудь употребить йод. Все ясно? Да? Вроде бы все ясно. Ну, более или менее. Ты говорил, что попал в филевый вихрь? Да, на прошлой неделе. Вечером шел, задумался и влетел. Теперь от радиационной болезни страдаю. А лекарств мало. Может достанешь? А где его взять? Ну, я немного на черный день в своем тайнике припратил. Кажется, такой день настал. Ну, ладно. Попробую достать лекарства. Так а тайник-то где? А! Чё? Я испугался. Думаю, нет. Неужели, уже? Уже скрипты сломались? Так, два антирада. Это прям очень сочно. Но вроде бы отлагало. Давайте сохраняться, наверное, реально только вот так вот. Ну, правда. Не хотел бы я, чтобы здесь что-то сломалось. Потому что сейчас, вот проходя буквально первую серию, я сейчас сам опять очень сильной энергией преисполнился. Хочется модификацию пройти. Все-таки супер приятная модификация. Так, пошли поговорим сначала со скиданом. Потому что, возможно, тайник будет по пути к мосту. А в мостке, помню, там кабанчик-то необычный. Там ученые в него маячки зашили. Ну, точнее, зашивали один маячок. И это очень важно. С вами радио, блин, которое не отрубается, зараза. Кстати, Аук. С ним целая квеста линейка будет в дальнейшем. У меня записка есть для тебя, взгляни. Ну-ка, что там, блин? Засыпался наш Вадим. А я думаю, что это до сих пор его нету, не заходил на огонек. Ладно, надо сверток забрать, который он перед задержанием сбросил. Там хабар, ничего ценного. Это здесь на кордоне сбегаешь, я отплащу. Расплюнуть. О, задание получено. А где находится местечко это у нас? А-а-а. Слушайте, уже на карте куча всего у нас появилась. Значит-то кабан, значит-то хабар Вадима и, собственно, тайник Маландринуса. Прям целая у нас делегация квеста в одном месте. Только, если не ошибаюсь, у нас на элеваторе пулемет стоит. Ух, блин. Хабар, хабар. Так, ну собаку, которая не хочу пока, что не стратит на них патроны. Плюс у нас один дохленький пистолетик. Самопальный. Поэтому надо с собой порваться. А-а-а, вот это я... Ой, простила зона. Спасибо тебе, великая мать, что простила меня. Пффф. Просто залетел. И, как говорится, и все, и трындец. Так, а у нас здесь открыто все, да? Все открыто. Замечательно. Консервы. А вы, говорите, запасы кое-нибудь. Глушитель. Кто-то меня явно обманывает. Так, ну глушак вряд ли поставим на этот потрясающий самопал. Поэтому, как бы, даже не буду пытаться. А вот кабанщика снизу пришить нужно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Тихо, 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 тихо. Опа, бляха. Опа. Стоять, стоять сказал. Блин, а. Да ему ж насрать просто. Да давай добивайся. У тебя два ножевых ранения в пузе. Ну все, все, кивай лицом. Дружище. Ну давай, дер. Ладно, обойду еще раз сзади. Так, а вот и две лапки кабана. И, собственно говоря, синяя капсула. Небольших размеров капсула по виду сделана из пластика или керамики. Стоит из двух половинок. Но разломить ее не получается. Наверное, с нарисованная маленькая синяя полоска. Тоже забираем. Очень важная вещь. А еще энергетик. И куча всего другого. Включая. Вроде бы эти ящики деревянные тоже ломаются. Не уверен. Да. Антирад. Так, тайника здесь. А! Тайника здесь нету, говорю. Здесь дипломат лежит. Но он, я так понимаю, у нас квестовый. Либо, блин, я его вдадил в текстуру. Это неприятно будет. Если я вдадил в текстуру его. Но вроде бы квестовый он, если не ошибаюсь. Так. Здесь забрали все. Тайник Вадимки здесь находится рядышком. Надо сразу будет забрать. А то по поводу тайника Маландринуса не знаю. Там кирель. Хотя, конечно, по-хорошему. Лучше бы сразу все дело захватить. Чтоб в одну кучу все было. А вот и тайничок. А в тайничке-то пульт? А-а-а! Ты посмотри. Очень странный артефакт. С виду напоминающий стягившуюся грушу. На поверхности имеется пять небольших отверстий. По форме и расположению соответствуют человеческим пальцам. Какой-то любопытный новичок, может быть, и сунул бы туда свои пятерни. Но мы же не такие зеленые. Неверно. По-моему, этого не было. Если я не ошибаюсь. Это какие-то нововведения. Может быть, это версии, которая называется завершение вышла. Что за пульт такой интересный? А как в него пальчики засунуть? Его прям уже использовать, да? А-а-а! Артефакт рассыпался. Наверное, ошибся. Да в смысле? Что значит, ты рассыпался в наших руках? А что, ничего не осталось, что ли? Даже осколочков нету? Какого? Пляха. Так. Я, короче, отпереиграл. Решил отрас, как говорится, не ломать сразу этот артефактик. Оставить она потом. Шрэлян принести нужно будет его скиданчику. Я вот не помню. Но посмотрим. Посмотрим. Сейчас хочу сходить сначала еще сюда. Еще посмотреть, что можно сделать с Маландринусом. Можно ли там сразу пройти? Ну, я вроде бы уже отсюда вижу тюрельку. Тут сейчас будет куча аномалий, БТР, трупы, трупы военных. В ложбинке у нас тут куча собак. А у нас из оружия только сраный Пистонелло, как говорится. А еще вокруг куча аномалий, которые действительно прям мерзкие. Так. Товарищ военный с картошечкой. Инфа капитана Серова. Так. И радиостанция. Но она поломана у нас, я так понимаю, да? Все эти вещи чертовски важны. Здесь нужно прям читать вообще все. Наверное, не сразу. Сейчас сначала мы сделаем это задание, потому что все это дело прочтем. Так, как бы странный подход, но почему нет? Так, аптечки. Какие-то жесткие у нас здесь засветы. Опять же, надо с этим делом поработать. Патроны очень ценные. Колесо и собаки злые. Но я бы не если, конечно, советую, не лезть, потому что я сам вздохнув на аномалии. Кто у нас здесь? Собаки такие звуки издают? Блин, что я пока что это БТР трогать не хочу. Это проклятый на вид, честно говоря. Вроде бы больше здесь записок. Ничего такого не вижу. Вот там на основке есть что-то интересненькое. Это я помню. Так, на элеваторе пока что пулемета нету. Ага, все, понял. Начнем появляться потом. Блин, с товарищами зомбиами тут все довольно сложно. Если бы мы его технично развалим. Сдалека. А, он ускоряется? Шо? Дядь, ты че? Он с концами или нет? Он не с концами, надо добивать. Дотушиваем, дотушиваем. У нас один. Ни хера не было. Что, он перед смертью пернул, что ли? Тихо. Работа. Технично. Сразу в голову. Спокойненько. Что-то собаки вокруг как коршуны просто херачат. Туда-сюда, туда-сюда. Так, теперь как раз нужно найти информацию. О-о-о-о. У нас, скорее всего, проблемы, да? Прям решили все со мной поговорить. Конечно, можно убить их отчасти. Можно просто реально сейчас побежать по кругу, да и все. Еще я с ним не воевал. Так, значит, это то, что нам нужно. Да-да-да-да-да-да-да. Забираю. Для Маландринуса здоровье. Таблетки. Это все хорошо, все прекрасно. А еще там он нейтральный парень какой-то есть. Ага. И трупак у нас. Фу, блин. На каждый гребаный квадратный миллиметр здесь слишком много всяких, знаете ли, заданий, сюжетов, моментов, секретов. Просто глаза разбегаются. И самое страшное, что это все можно сломать в одночасье. Так, это не бензин. Я понял, что это не бензин, но это не он. Мящики однозначно надо ломать. Хотя мы с ней однозначно хер его знаем. Сломаем. Вроде ни хера нет. Опа. Товарищ ученый, статус мертв. Хороший статус. Инфа Маркова. Так, 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 так. Ребята, ребята, ребят. Ну, зачем? Тут же раньше вроде бы прибор лежал. ПДА, нет? Мне показалось. Тайник. Тайник с гранатой. Ой-ой-ой. Какие ценные у вас здесь вещи. Мать его, за ногу, а. Смотри, а че у вас здесь так много-то, а? Не буду с вами воевать. Вас слишком много. Мужик, помоги! Меня здесь, это, заперли. А где ты? С кем базарить-то? Ага. Ну, подойди к окошку, поговорим, что ли? Ну, какого хрена? А, так это волк. Эй, мужик, помоги. А ты кто такой, что ты сделаешь? Я новичок, недавно в зоне. Рыскал по грязностям, думал, что чем поживиться. Зашел этот сарай, и меня здесь прикрыли. Кто закрыл-то? Сам не знаю. Слушай, помоги мне убраться. А я тебе все подробно расскажу, окей? Если здесь закрыли, то, возможно, было за что? Ну, блин, ты подозрительный. Ладно, так ведь скажу. Я сюда зашел, потому что артефакт искал. Начал встать здесь, как вдруг слышу голоса, шаги. Выглянул в окно, а к дому идут несколько человек в военной форме. Вернее, не идут даже, а крадутся. Я хотел через запасной выход, а он закрыт оказался. Пришлось здесь фугус затаиться. Это пока все будет дальше. По-моему, к нам подходят эти уже зомби. Ладно, продолжай. В общем, зашли они, стали типа как сами... Вот не дают же с человеком... Поговорить. Договорили. Ладно, воспользуемся старой, доброй сталкерской фишкой, которой пользуются вроде как все профессиональные сталкеры. Если не ошибаюсь, на кнопочку пауза в игре есть пауза. Да, так оно и есть. Так читают ребята все профессиональные НЛС-серы. Так, кто закрыл-то? Закрыли. Продолжай. Продолжай. В общем, зашли они и стали типа как совещаться. Такие вещи вспоминали просто жуть. Например? Например, поверсунитель желаний говорили. Слыхал о таком? Вот туда поподробней. Сначала помоги мне выбраться. Эти незнакомцы могут втрунуться в любой момент. А что нужно сделать? Двери не сломать, и металлические. Через чердак тоже не получится. Там дрянь какая-то разрослась. Надо достать ключик. Где он? У этих мужиков, которые меня заперли. Где же еще? Я послушал, куда они собрались уходить. И куда же? Они стали лагерем здесь, неподалеку. Надо подкрасться к ним и истощить ключ. Затем открыть им двери, и я буду свободен. Но учти, люди это серьезные, вооружены до зубов. Так что будь осторожен. Не легкий виздачку вот так подкинул. Знаю, но я из этих разговоров понял еще что, что вещи свои они особо не охраняют. Так что уверен, что людей здесь или мало, или нет совсем. А где их лагерь? Я тебя поменю еще на карте. Вот, постараюсь обыграться незаметно и пошей у них в рюкзаках. Попробую. Так, ну это на самом деле довольно интересный сюжетный квест. Зачем? А это довольно больный вход в аномалию. Я, блин, ПДА открыл. Ну, ютить его за ногу. Ну, зона. Травма ноги. Сообщение. Спасибо. Сломал ножки. А здесь аномалия, которая переломывает людей вообще в кашу. Правда, не помню, где она начинается. Тут, по-моему, некоторых людей можно полутать. Если я ничего не путаю. Аккуратненько так подойти. Наводка на тайник. Хопачки. Да, блин, ну давай, давай, боль, проходи. Боль, она временная. Как говорится, все ранки могут зарасти. Так, что у нас здесь? Тоже наводка на тайник. Спасибо. Текстовая. Ну, я потом прочту, не переживайте. Тайники это я люблю. Это вообще самое любимое из того, что есть в игре. Так, то наводка на тайник тоже. Тут, ладно, дальше не идти. Там в какой-то момент начинается ломание костей, как бы неприятное. Так, это козырь или козырь. А вот там дальше уже жопа, я так понимаю, да? Ну, пока идем на мужичка, да? Пока нас не сломало. И еще нотка на тайник. Классная инфа дизеля. Вроде пока даже живы. Опа. Еще одна инфа. Ну, собирал инфу, как говорится. Да собирался, сломали кости. Вот урод. Ладно, ладно, я понял. Дальше не пойду. Спасибо, не надо. Соседать хватки жизни становится прям тоскливо, тускло и ужасно. Так, наводка на тайник. У нас, так понимаю, практически все они у нас связаны на... Именно на наводках. О-хо-хо! Инфа Виталия, капитана Серова. Ёлки-палки. Наверное, пока тыкать не буду, но потом все дело прочтем. Так, слушайте. Сейчас довольно интересный будет у нас сюжетный твист. Я предлагаю на этом, брат, первую серию закончить. Потому что сейчас мы пойдем, сделаем там задание. Освободим этого, волка, волка. Потом пойдем, собственно говоря, обратно к себе на базу. Там создаем кучу квестов. Сами понимаете, это все у нас прям в большом скопе будет. Поэтому оставим это на следующую серию. На этом у меня пока все. Ох, нихера себе. Один разыгрался. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока. Ох, нихрена себе. Пока-пока. Коса ты нашел. Тут нас парень валяется прям на склончике. Последний. Вот у него 3-4 бипрофена. А ухилка... Ёлки-палки. Хороший день.